МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На данной фотографии он несет 3-й Белорусский фронт. Вот здесь вот его видно достаточно хорошо. Вес данного штандарта 28 килограмм, то есть выбрали очень сильного коренастого парня в возрасте 22 лет. Сам по себе он был всегда сильным, выливым человеком, то есть рассказывал про войну очень гордо. Василий Георгиевич был призван в 1942 году. Успел застать тяжелые бои под Курском и Орлом, а весть о конце войны услышал в Каунасе, где лежал в госпитале после ранения. Современные солдаты гордятся честью промаршировать перед героем. В преддверии подготовки к торжественному прохождению войск гарнизона мы возобновляем это мероприятие, эту акцию «Парад под окнами ветеранов». Всех, кто, к сожалению, по ряду причин, где-то болезнь, где-то, ну, останавливаться здесь не буду, не смогли поздравить до 9 мая. Мы сейчас в течение вот этой недели проведем еще порядка 18 таких мероприятий войсками гарнизона. Мини-парад собрал не только членов семьи и соседей. Приехали представители общественных движений и органов власти. Все признают мероприятие лишь повод, чтобы выразить свою признательность ветерану Великой Отечественной войны. Тем более, что сегодня есть некоторые ограничения на ежедневное общение с пожилыми. Действительно, в этом году Парад Победы проходит не совсем в обычном формате, но дань уважения, почета мы обязаны нашим ветеранам отдать. Поэтому было принято решение, и оно абсолютно правильное – провести парад у дома ветерана. Артамонников Василий Георгиевич оставил службу в звании полковника в 1973 году. Работал преподавателем в Ульяновском высшем военном техническом училище. Имеет ордена и медали, неоднократно был ранен, но до сих пор любит Россию и гордится тем, что он гражданин нашей великой страны, некогда победивший фашизм. Павел Половов, Владимир Куликов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова